Этого события ожидают, пожалуй, все театралы и любители искусства столицы. Раз в год в Кишиневе показывают спектакли разных жанров из Европы и Азии. Профессионалы проводят интереснейшие мастер-классы, а зрители вдохновляются театральным запалом и настроением. Когда не жизнь – театр, а театр – это жизнь. К нам приехало много гостей, и многие из них впервые приехали. У нас участвуют множество стран – это и Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, Башкортостан, Кыргызстан, Израиль, Германия, Швеция, Италия и так далее. То есть все очень дружны между собой. То есть у нас настоящий фестиваль-лаборатория. Мы побывали на потрясающем моноспектакле «Запев Мадонны Спинеги». Приехавшим к нам из Нижнего Новгорода. Спектакль-притча поставлен по рассказам известного русского писателя Федора Абрамова. Спектакль показался невероятно смелым. Благодаря таланту актрисы Натальи Кузнецовой, сумевшей в течение 50 минут на одной мизансцене удержать внимание публики. Унеся в свой мир боли и страданий, мы пережили историю одной трагической жизни. И благодаря силе слова писателя Абрамова. Главное достоинство этого спектакля – это текст Федора Абрамова. Я еще раз убедился, что это гениальный и, наверное, не совсем… То есть и незаслуженно сейчас забытый автор. Он сумел на примере одной судьбы показать судьбу всего народа. Начиная с революции и до, фактически, до сегодняшнего дня. В лице одной героини режиссер вложил искалеченные жизни миллионов женщин, жертвенно любящих, верных. Женщины везде мадонны. И каждый проживает достаточно трудную жизнь. Ну и жизнь страны. Я думаю, что это вообще идея 20 века, что испытаний выпало им чрезвычайно много. В рамках программы 6-го международного фестиваля лаборатории камерных театров и малых форм Молдфест Рампа.ру каждый вечер проходят показы последних премьер этого сезона театра с улицы Роз. Завершит мероприятие 30 ноября в 21.00 абсолютная премьера театра. Спектакль «Хэппи-энд». Не пропустите. Екатерина Кожухарь, Александр Смирнов, Олег Арбаджи, Ведомости.